1 сентября президент обратился с посланием к народу. Одной из важных тем, которую затронул глава государства, стала борьба с коррупцией. На местах работу по профилактике этого вида преступления проводят специальные мониторинговые группы. Они сообщают, что теперь будут более усиленно работать в этом направлении. В ходе мониторинга в этом году мы больше усилия сделали на анализ бюджетных программ, то есть с использованием интерактивной карты открытых бюджетов. Мы смотрим по организациям, особенно в сфере здравоохранения, как самая актуальная тема. Смотрим, какие затраты идут, где есть завышение медианной цены. Потом эти рекомендации, когда выявляем коррупционные риски, направляем в полномочный орган. На сегодняшний день коррупционные риски есть в системе здравоохранения, потому как этой сфере были выделены большие средства для борьбы с COVID. Тем не менее, этот орган не считается самым коррумпированным. Сейчас в первых рядах сотрудники правоохранительных органов. Мы отстранили от занимаемых должностей, освободили всех и уволили все руководство батальона, заменили полностью местные полицейские службы, это организационные меры. С начала года уволено 43 сотрудника по отрицательным мотивам. Избавляемся от нерадивых сотрудников, чистимся сами. Да, признаем, что у нас есть, но работа проводится и в этом направлении мы будем продолжать эту работу. Пандемия показала, что большинство государственных учреждений могут работать при неполном штате сотрудников. Президент принял решение сократить часть чиновников на 10%. В проектном офисе Акжа и Кадалдакаланы опасаются, что работа по оптимизации ляжет на плечи рядовых сотрудников, которые и так загружены. За 80 тысяч тенге они совмещают две, а то и три должности. Наша позиция тоже поддерживает послание президента, чтобы именно сокращение оптимизации затронули центральные государственные органы, квази-государственные органы. Мы все знаем, что в условиях, когда была вспышка пандемии, ну не совсем хорошо сработали именно центральные органы, особенно квази-центральные органы, вот уже не говоря с коформацией. Поэтому там видим громоздкий аппарат, который не отвечает требованиям и решениям важных задач, которые необходимы в данный момент. Из года в год на всех уровнях идут обсуждения, как бороться с коррупцией. За десятки лет никто еще не придумал таких методов, чтобы это было гуманно и в то же время эффективно. Отсюда и печальная статистика. Западно-казахстанская область находится в лидерах антирейтинга по коррупционным преступлениям. Блогеры не упустили возможность пошутить на эту тему. Еще один важный момент. Президент поручил исключить меру условно-досрочного освобождения для лиц, совершивших коррупционное преступление. И, конечно, усилить контроль и проверять, чтобы коррупционеры не числились в рядах сотрудников государственных органов и в квази-государственном секторе. С начала года в Западно-казахстанской области за совершение коррупционных преступлений осуждено 29 лиц. Троя приговоренные к лишению свободы, один получил ограничение. Остальным был назначен штраф на общую сумму 28 миллионов тенге.